И всем привет, ребят! С вами Стрываньки Сью, записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен тому сочетанию вооружений, которое уже кому-то надоело не только видеть в боях, но и смотреть по нему видосы. Но у нас есть определенные изменения. Сегодня у нас игрового плана видос. Записал пару-тройку фрагментов с боями на Титана Тесле. Те ребята, которые не знают. На этой неделе, как и на прошлой и позапрошлой, произошли изменения в балансе данной пушки, а именно в устройстве и самом критическом уроне. Устройстве, которое замедляет полет шариков и за счет этого можно играть через них и наносить колоссально большое количество урона. И теперь это, наверное, один из окончательных и полностью нерфующих изменений, которые у нас появились в игре. Ну и понятное дело, что все это дело мы записали и сегодня обсудим первый боечек у нас на такой карте, как будущее. Понятное дело, что для меня изначально было необходимо затестить все это дело в лучшем режиме для Титана Тесли в штурме. Это, конечно же, атака. И по комбинации, по сути, ничего у нас не поменялось. Единственное, что я могу сказать, это то, что теперь вы точно не сможете делать того, что делали вы раньше и наносить за счет шаров, за счет цепочек такого большого количества урона. Да, играть можно, определенно можно стараться пытаться. Те ребята, которые не хотят мириться с Титаной Теслой, могут продолжать этим всем делом заниматься. Но я могу с уверенностью сказать, что ее очень жестко занерфили. Вот прям перебор, прям вот реально перебор. Да, я понимаю, что разработчики игры особо не понимали, что нужно сделать, да, и как сделать так, чтобы эта пушка не нагибала. Как ее переделать, чтобы мы вместе с вами не могли стоять и формить безумно большие количества кристаллов опыта. Ну, они все-таки нашли решение. Нашли решение и сделали целых 20, даже там 22, если я не ошибаюсь, секунды перезарядку шара. То есть вы выпускаете шар и полноценно у вас больше 20 секунд идет перезарядка. Через него можно играть. Сам полет шара замедлился. То есть если вы кидаете шар и играете через него, то по сути можете дожидаться, что следующего шара уже делала цепочку. Но вы сами должны понимать, что это все сделать крайне-крайне сложно. Плюс нужно не забывать то, что любой купол титана, овердрайв хантера, бомба васпа взрывает ваши шары. И, соответственно, если вы попадаете под такую комбинацию, то те шары, которые вы копили, например, 20 секунд, второй шар пустили 40 секунд, третий шар 60 секунд. То есть минуту полноценную, да. Можно просто нажать куполочек и все. И все, и все, и все, и все. И пропадут все ваши купола, которые... Вернее, не купола, а все ваши шарики, которые вы ставите. Поэтому я думаю, что теперь разработчики после такого глобального нерфа задумаются о том, как исправить эту ситуацию, чтобы все-таки подбалансить эту Теслу. Потому что с такой Теслой я более чем уверен, что никто играть не будет. Это, как я уже сказал, перебор. Очень, очень жестко, да. Я, конечно, постарался в лучшем режиме подавать киллы и набить какое-то неплохое количество. Но, в общем и целом, даже при том, что у меня получилось позанимать первые места, это явно не то, что должно быть в плане баланса этого вооружения. Но для тех ребят, которые, например, бомбят и страдали от Титана Теслы, я думаю, что они будут рады. Они будут рады этому обновлению, они будут говорить о том, что есть, наконец-таки, наконец-таки занерфили так, что на ней уже нельзя вообще не нагибать ничего делать. И, в принципе, они могут быть пока что довольны. Но я думаю, что разработчики что-то теперь начнут балансить в обратную сторону. Все-таки тогда нет никакого смысла от этого устройства. Да, то есть у тебя есть как бы шарик. Но 20 секунд перезарядки это очень и очень много. Можно, конечно, было бы попробовать поиграть командой, да. Но даже командой, если сравнить, ну даже условно 15-минутные бои и 7-минутки, то в 7-минутных боях практически невозможно хорошо заформить с такой Титана Теслы, так это вдвойне, может даже втройне тяжелее. То есть ты потратишь как минимум 2-3 минуты на то, чтобы закрепиться на какой-то определенной позиции. Ну и если вдруг у тебя произойдет какого-то рода провальчик, да, то есть тебя где-то там законтрят, уничтожат, то, ну, ты потеряешь еще минуту-две и, по сути, у тебя уже закончится бой. То есть тактика с Титана Теслами больше приурочена непосредственно к боям, которые идут, ну, хотя бы 15 минут. Вот последний раз у нас были вообще 20-минутные матчмейкинговые бои. На таких катках, да, даже с такой Титана Теслы, я думаю, что можно было бы поднимать хорошие суммы кристаллов. Но что касаемо 7-минутных матчмейкинговых боев, то я думаю, что здесь это уже не актуально. И нет особо никакого смысла продолжать заниматься тем, чем занимались. Да, я здесь набил 25 киллов, но вы понимаете, что 25 киллов я мог набить и на том же там Вика Молоти, и на других различных вооружениях. 25 это, ну, определенного рода вообще не показатель. Также я сыграл еще два боя. Один бой там будет образцово, наверное, показательный, что все-таки Титана Тесла хотя бы что-то может делать. Но это что-то она может делать крайне-крайне-крайне редко. И то при удачных стечении обстоятельствах и только на определенных картах, где это работает. Да, здесь я уже решил сыграть не штурм за атаку, а обычную матчмейкинговую катку. Это платошечка ЦП. Все так же я могу сказать, что сама как бы Тесла, ну, себя, я бы не сказал, что плохо показывает. Да, ей хоть и занерфили немножко критический урон, но больший акцент сделан, и самый большой акцент, даже я бы сказал так, сделан непосредственно на устройстве замедляющих шариках. И этот нерв будет чувствоваться до тех пор, пока вы будете играть на этом устройстве. Альтернатива этому устройству. Я думал, что можно, например, юзать тот же Адреналин и с ним попробовать покатать также, например, группой на Титана Теслах. Но даже не играя, просто обдумая эту идею, решил, что, ну, не особо это актуально, не особо это будет работать. Все-таки в чем преимущество этих медленных шаров? То, что вы можете за длительный период времени, находясь на одной точке, делать цепочку и постоянно играть через нее. Что касаемо любых других шаров, да, даже которые обычные, без устройства, ну, условный Адреналин, да, скорость полета в раза, наверное, 3 сейчас, может, даже больше, быстрее, и максимум вы там сможете сыграть 2-3 тика через шар, ну, может, 4 тика через шар, и все. Он улетит на большое расстояние, и не будет уже никакого смысла играть через него, рядом с ним, и пытаться делать что-то похожее, что можно сделать с замедляющими шарами. Поэтому я эту идею отбросил, и единственный вариант, когда я смогу это все дело потестировать, это будет, если у нас сделают матчмейкинговые бои, ну, хотя бы 15-ти минутки или 20-ти минутки, которые у нас тестировались, да, тогда в этом будет какой-то определенный смысл затестить, пообозревать, но в 7-минутных матчмейкинговых боях я считаю, что это абсолютно бессмысленно, неактуально, и на это даже нет смысла тратить времени. К слову, насчет вот этого боя, за меня играет молодой человек на Кризисе и с электропушкой, это устройство на Теслу, которое дает максимально быстрые шарики, и за счет этих шариков вообще можно давать дополнительное хорошее количество киллов, но, за спойлерю вам, да, 3 минуты еще до конца боя, он набил меньше, на мое удивление, чем я здесь, и киллов, и очков в целом, то есть даже при таком жестком нерфе устройства, оно все равно может конкурировать даже с электропушкой, но здесь я думаю, что больше складывается его неопытность, моего тиммейта на игре, играя на этом замечательном устройстве, потому что я думаю, что я бы смог бы набить побольше, здесь просто надо концентрировать свое внимание исключительно на том шарике, который у тебя вылетает, и им наносить большое количество урона. Он, скорее всего, просто этим так сильно не увлекался. Я даже, ну, не знаю, что можно сделать логичное с этим устройством, чтобы оно полноценно функционировало так, чтобы и как бы не было жестко занерфлено, и не сильно нагибало, да, то есть сейчас определенно это дичайший нерв, ну, просто дичайший нерв. То есть я, когда зашел в бой, нажал пробел, ну, даже, вернее, кликнул мышкой, да, и увидел, что там перезарядка больше 20 секунд, я такой, чего вообще, чего, зачем так жестко, да? Но это, наверное, уже разработчики сделали исключительно от безысходности, да, то есть они не знали, как занерфить, и приняли вот такое вот решение, чтобы игроки не могли фармить те самые большие количества кристаллов. Решение, с одной стороны, для разработчиков грамотное, ну, а с другой стороны, никто тогда не будет играть уже на этих устройствах и будет пересаживаться просто на что-то другое. И вообще, если в целом посмотреть на все, что происходит, то очень-очень много в последнее время происходит изменений в балансе на постоянной основе, и если раньше мне это как-то нравилось, да, и это было интересно изначально, когда это только появилось, да, то есть пошли какие-то изменения, пошли какие-то новые имбо-вооружения, то сейчас уже потиху начинает это все поднадоедать, потому что ты только начинаешь играть на одной комбинации, да, приходишь к определенной мете, эту мету сразу нерфят, тебе надо придумывать новую мету, ты находишь новую мету, ее через неделю опять нерфят, и вот так вот все это происходит, происходит, происходит. Я думаю, что нужно уже как-то подбалансить вооружение таким образом, чтобы можно было, ну, хотя бы, там, месяц, месяц, два, три ничего не трогать с балансом в игре, и чтобы каждый игрок мог полноценно уже выбрать себе вооружение, на котором он будет играть, потому что сейчас это, ну, как-то выглядит немножко странно, да, то, что у нас каждую неделю сначала, например, апают жигу с фризом, потом ее на следующей неделе нерфят, сначала апают теслу, потом ее нерфят, и вот так вот происходит, да, что у нас, например, было с молотом, его тоже очень жестко сначала бустанули, потом занерфили, сейчас опять вернули, то есть, ну, вот эти вот изменения мне уже в последнее время как-то не очень сильно заходит. Ну, и последний бой, который я вам хотел сегодня показать, это подпик на штурм за атаку, шикарнейшая, я считаю, наверное, даже самая удачная карта для штурма за атаку для Титана Теслы, и это вот тот самый бой, в котором можно наглядно увидеть то, что Титана Тесла все-таки при хороших стечении обстоятельствах все равно еще может дать ту самую искру, ту самую имбулечку, и выстрелить на хорошее количество киллов за довольно кратчайший период времени. У меня 2.40 до конца, я доезжаю до позиции, это лучшая позиция, ну, и вообще для Титана Теслы, кто не знает, с медленными шарами идеальные позиции, это подъем, чтобы вот шарик летел через верх, и через него вы играли, и здесь полноценно уже идет накидка урона, противник не дает особой возможности мне поставить флаг, за счет того, что если бы я сейчас, например, на пушинг вперед поехал, то я бы сразу улетел на рез, прожимаю купол, дожидаюсь его, постихонечку, потихонечку келяю, уничтожаю противника, шар играет, ну, и здесь я уже думал, что я сейчас пойду быстренько доставлю еще и флажочек, но, видите, такая карта, и кто играл и играет на штурме на оси, знает, что здесь верхняя база, ну, очень-очень имбовая, но если вот чисто играть на Титана Тесле и давать киллы, то это сделать можно, если стараться доставлять флаги, то это очень и очень тяжело, здесь будет еще тайминг, когда я попытаюсь все-таки доставить флажочек, но и то у меня это не получится сделать, очень плотный урон залетает, и даже при том, что у меня появляется купол, за счет того, что я могу полноценно давать такое большое количество киллов, что он у меня работая, еще один следующий появляется, но все равно, видите, хп не хватает, и как только купол там пропадает, либо я стараюсь выхотиться вперед, сразу меня уничтожают, то есть 17 киллов за минуту 40 я набил за игру на подъеме, да, то есть это очень хороший показатель, и это подтверждает тот факт, что все-таки иногда, очень редко и, ну, сложно вообще, наверное, даже так себе сказал, поймать такой мувмент, но если ты его поймаешь, то можно дать хорошее количество все-таки киллов, то есть сама комбинация рабочая, но с таким балансом реализовать ее крайне и крайне тяжело, поэтому я думаю, что на данный период времени это конец нашей, можно так сказать, трилогии, да, это последний обзор Титана Теслы, и будем, конечно, следить за ней, что будет дальше, будет ли что-то менять, будет ли что-то добавлять, и как-то все это дело исправлять, но сейчас я, ну, честно, даже не знаю, честно, даже не знаю, что должны с ней еще сделать, скорее всего, разработчики ее оставят в таком виде, чтобы игроки не давали ту самую жесткую формилку, и их это, наверное, будет устраивать, ну, а я просто забываю про это вооружение, забываю про то, что у нас была такая формилочка, мы движемся дальше, и на подходе у нас уже совсем скоро новые метовые вооружения, которые я вам покажу. Поддерживайте видос лайком, если он вам понравился, пишите, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу Теслы, играли на ней, либо страдали от нее, рады, рады всему этому делу, не рады, ну, и, как вы считаете, 20 секунд мало, много, нормально, для нерфа такого устройства. Подписывайтесь на канал, не забывайте также про колокольчик, но у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok